Здравствуйте! В эфире программа безопасности и я ее ведущий Александр Булдаков. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Можно ли приобрести двухкомнатную квартиру в Новосибирске всего за 10 тысяч рублей? Как собственник квадратных метров в суде боролся за свое недвижимое имущество и купленное кем-то задарма. Лишение свободы на срок до 8 лет грозит новосибирским продавцам черной икры. Крупную партию браконьерского товара выявили транспортные полицейские. Кому адресовано новогоднее поздравление в виде художественного изображения, выполненного на льду горского котлована в Новосибирске? Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Можно ли приобрести двухкомнатную квартиру в Новосибирске всего за 10 тысяч рублей? Оказывается, что можно. В Ленинском районном суде состоялось рассмотрение дела по иску, где фигурирует именно такая стоимость договора купли-продажи. Как собственник квадратных метров, бывший дольщик затянувшегося жилищного строительства, вложившего в это дело полтора миллиона рублей, в суде боролся за свое недвижимое имущество? Расскажем прямо сейчас. Игорь Витошкин договор долевого участия с застройщиком, который сразу, скажем, позже обанкротился, заключил еще в 2009 году. На улице Связистов в Новосибирске строился и недостроился вот этот дом. Для того, чтобы привлечь инвестора для дальнейшего возведения высотки, в ЖСК придумали схему, по которой часть общедомового имущества переходит к компании «Искпроект» и та уже как член кооператива занимается выходом из проблемной ситуации. Для этого, по версии одной из сторон, были заключены формальные договоры купли-продажи. Мне председатель КСЖ, я не помню, что был в Солы, инвестация пояснили, что для того, чтобы завести инвестора на строительство, нужны проведения торговых. На проведение торговых средств нет. Для того, чтобы завести представителя инвестиционной компании, необходимо тогда приобрести доли. Поэтому сделали формальную сделку и в результате было продано две квартиры, она зашла для инвестирования объекта. Формальность договора купли-продажи вполне может подтверждать стоимость сделки – всего 10 тысяч рублей. Данный договор предусматривал купли-продажу квартиры по цене 10 тысяч рублей. Произошло это в 2014 году. Пояснялось, что далее никаких действий с этой квартирой производиться не будет, что договор носит чисто номинальный характер, и в дальнейшем питошкин как является собственно, и так и продолжит. Однако далее компания «Искпроект» продала часть этих долей еще двум физическим лицам и вместе с ними стала претендовать на квартиру Витошкина. Напомним, купленную за те же 10 тысяч рублей. Впрочем, суд временно пресек эти посягательства. И также хотелось бы обратить внимание суда на решение Ленинского суда от 27 августа 2018 года по отделу номер 2, 2939, дробь 2018, где суд при рассмотрении требований тех же истцов в удовлетворении иска отказал, мотивируясь тем, что у истцов отсутствует право собственности на объект, о котором идет упор. Третья сторона в этом деле – ЖСК на танкистов. Также предоставила суду свою версию происходящего с квартиры Витошкина. Строителям кооперативе считают, что посягательства на эту жилплощадь со стороны «Искпроект» и других истцов не обоснованы. Не заключив соглашение об уступке прав по ДДУ, «Искпроект» не получил прав на объект долевого строительства. Они остались у Витошкина, так как договор участия в долевом строительстве зарегистрирован на его имя. А значит, он продолжил быть участником строительства с вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, «Искпроект» не имел права отчуждать право требования, которого принадлежит другому лицу по действующему договору участия в долевом строительстве. Но если не обращались бы в суд, будь они согласны с такими выводами. Есть решение судов, есть консакционная инстанция, по которому отказано в признании права собственности на квартиру. И на основании этих же документов Росреестр регистрирует право собственности. Отказав когда-то сам. И после того, что те же самые документы предоставлены в Росреестр для регистрации, которая произошла 28 мая. Можно предположить, что у обеих сторон есть своя правда. Но Игорь Витошкин в свою квартиру вложил более полутора миллионов рублей. И все эти семь лет, что ей владеет, исправно исполнял все причитающиеся платежи по содержанию жилья. А противная сторона отдала за эти квадратные метры 10 тысяч рублей. Действительно, есть проект, когда-то приобрел доли в незавершенном строительстве объекта. Приобрел ее, как я уже говорила, за 10 тысяч рублей. Однако, действительно, дело рассматривалось судами и стоимость тоже рассматривалась. Суды принимали ту сторону Витошкина, который все это время проживал в своей квартире с семьей, ту сторону иск проекта. Несмотря на это, права Игоря Олеговича на эту квартиру уже в 2021 году были зарегистрированы в управление Росреестра. И вот новый суд готов вынести решение. Стороны последний раз высказывают свои позиции. Данное требование уже являлось предметом рассмотрения судьи Ленинского суда, я уже сказала, Новиковой. Полагаю, что дело должно быть рассмотрено с учетом данных обстоятельств. Какие обстоятельства легли в основу этого решения Ленинского суда, пока неизвестно. Но иск претендентов на квартиру Витошкина он удовлетворил. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и иск проекта Шлемова Людмилы Васильевны, Симонова Алексея Владимировича, Квитошкину Игоря Олеговича, управление Росреестра по Новосибирской области, о признании права общей долевой собственности на квартиру, признании действий незаконными, руководствуя статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, решил исковые требования у иск проекта Шлемовой Людмилы Васильевны, Симонова Алексея Владимировича удовлетворить частично. Другими словами, если это решение вступит в законную силу, то оно аннулирует право собственности на жилплощадь семьи Витошкиных. К сожалению, не пришлось нам увидеть законное решение, обоснованное по нашему мнению, не пришлось нам увидеть сторонние исследования обстоятельств по делу. Мы полагаем, что мы будем обжаловать. Решение, надеемся, будет областным судом отменено. Еще одно требование об истребовании имущества из чужого незаконного владения, то есть фактического выселения семейства Витошкиных из квартиры, которую семь лет они считали своей, и за которую отдали полтора миллиона рублей, судья вынесла в отдельное производство. В заседании уже будут участвовать прокурор и представитель органа опеки, так как в этой квартире зарегистрирован и проживает четырехлетний сын Витошкиных. С территории, прилегающей к бывшему вещевому рынку на Гусинобродском шоссе, районные власти начали вывозить большой объем нестационарных объектов, контейнеры, киоски и тому подобное. Работы ведутся на бюджетные деньги, так как не удалось установить собственника этого самовольно установленного имущества. Но самое интересное в этом деле то, что этого собственника все заинтересованные стороны прекрасно знают. Собственником всех более чем 200 нестационарных объектов, находящихся на этой площадке, является Александр Трофимович. Предприниматель рассказывает, что контейнеры здесь стоят много лет. Но раньше законодательство позволяло заниматься хранением товаров в контейнерах без оформления земли под ними. Теперь же такая ситуация оказалась неприемлемой. И мэрия Новосибирска комиссионно приняла решение об освобождении муниципальной земли от незаконно расположенных там объектов. Нам поступило предписание с уведомлением решения комиссии, которые мы обжаловали, обратились в суд. Будем дальше заниматься вопросом предоставления данного земельного участка в аренду. Ну а сейчас пока будем действовать, значит, что-то вывезем своими силами, что-то, значит, муниципалитет. Собственник контейнеров признает обоснованность претензий в том, что данный земельный участок не оформлен должным образом, и то, что его нестационарные объекты находятся здесь незаконно. Но он же предлагает и узаконить отношения с муниципалитетом. Впрочем, в Октябрьской администрации никого из собственников этих контейнеров не видят в принципе. А потому и было принято решение о вывозе имущества на площадку временного хранения за счет городского бюджета. В 2018 году направлено исковое заявление в суд об освобождении. К сожалению, до настоящего времени не исполнено. Должник ликвидирован, поэтому исполнить не может. На сегодняшний день принято решение комиссии города Новосибирска о демонтаже этих самовольных нестационарных объектов. Владелец до настоящего времени, до сегодняшнего дня не установлен. Поэтому сегодня принимаются меры по принудительному демонтажу объектов. Каким образом районные власти собираются устанавливать этого владельца, тоже непонятно. Так как на контейнеры, со слов замглавы администрации, оказывается, не может быть никаких правоустанавливающих документов. Или все-таки они могут быть? К сожалению, временный объект не имеет документа. В отличие от объекта недвижимости, квартира, здания, сооружения, либо земельный участок. Временный объект – это временный объект без соответствующих документов. Поэтому сегодня он назовется Александром, завтра Сергеем. Поэтому это вопрос административного производства. Будем устанавливать конкретного владельца и изучать те документы, которые будут представлены на объекты. Вот такая получается путаница. Документов на контейнеры быть не может, но если покажете, то мы посмотрим. Одно в этой истории прискорбно. То, что денежки на вывоз этих объектов тратятся бюджетные, то есть наши с вами. Может, стоило все-таки более тщательно поискать хозяина этого имущества. Тем более, что он никуда не прячется. Лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 2 миллионов рублей грозит новосибирским продавцам черной икры. Крупную партию браконьерского товара выявили транспортные полицейские. И вот как это было. Продавалась черная икра, незаконно добытая браконьерами, из-под полы на территории центрального рынка Новосибирска. Так как в деяниях этих подозревается несколько человек, то и дело это квалифицируется по более тяжкой статье, в которой говорится о группе лиц. Транспортные полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН провели обыски по месту проживания подозреваемых на арендованном складе хранения товаров и в торговой точке, где емкости с черной икрой были замаскированы среди пластиковых контейнеров с легально продаваемой икрой красной. Установлено, что 48-летняя жительница города Новосибирска в целях увеличения дохода организовала группу, в которую входили две женщины в возрасте 38 и 32 лет. Подозреваемые на территории одного из рынков города Новосибирска осуществляли продажу добытых браконьерами особо ценных и охраняемых водных биологических ресурсов. Индивидуальная предпринимательница организовывала поставки товара, а в обязанности ее подельников входила реализация деликатеса в торговой точке в центре города Новосибирска. Сообщницы знали о преступном происхождении биоресурсов, но все равно продавали черную икру вместе с легальным товаром, сообщили в транспортной полиции. По информации оперативных сотрудников, незаконно добытый деликатес приобретался и вывозился из региона авиационным и железнодорожным транспортом. Всего же было изъято из незаконного оборота почти 35 килограммов черной икры. На черном рынке ее стоимость оценивается более чем в 1 миллион рублей. Кроме того, при обыске в контейнере-рефрижераторе, расположенном на территории складских помещений, изъято свыше 100 килограммов рыбы, относящиеся к семейству осетровых, которые в настоящее время направлены на исследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». В Новосибирск доставили самолет «Дуглас С-47», который 70 лет пролежал в тундре. Известный как борт Тюрина, он имеет очень трагичную историю. Экспедицию по его эвакуации из снежного плена организовало Русское географическое общество еще 5 лет назад. И вот только теперь решено, что восстановлением летательного аппарата займется наша организация «Геликоптер». К нам в Новосибирск этот «Дуглас» прибыл из Красноярска. А вот туда он прилетел из Америки в марте 1943 года. Буквально через пару недель после схода с конвейера. На сайте Русского географического общества сообщается, что на фронт самолет не попал, поскольку его передали в Главное управление Северного морского пути. Экипаж самолета занимался ледовой разведкой и сопровождением арктических караванов и конвоев в Карском море. После войны самолет поступил в распоряжение гражданской авиации и выполнял пассажирские рейсы из Красноярска в Игарку и обратно. Но в 1947 году совершил аварийную посадку на Таймыре. Про то, как пассажиры пытались выжить в условиях Крайнего Севера написано так много, что хоть кино снимай. А вот про самолет забыли. И вспомнили только спустя 70 лет. После того, как этот самолет был доставлен, эта экспедиция в Красноярск, он несколько лет там простоял. Потому что не знали, как его реставрировать. И Красноярское отделение Русского географического общества вышло на нашу организацию, так как мы уже восстановили не один самолет и не один вертолет. И предложили заняться нам этим самолетом. Для специалистов компании «Геликоптер», располагающейся на аэродроме Мочище под Новосибирском, такая работа привычная, но в данном случае еще и ответственная. После восстановления самолет должен украсить экспозицию музея в Красноярске. Для нас, с одной стороны, большая честь, с другой стороны, большой труд восстанавливать этот самолет практически до идеального, но только не летающего. Но все, что в нем присутствует, в нем должно быть. И все, что сломано, все, что замято, это все придется восстанавливать. Труд достаточно большой. Но у нас по времени есть на это два года. Каким-то образом помощником в этой истории с восстановлением Дугласа оказался и гражданин Америки, авиатор Тимати, сотрудник компании «Базлер Турбоконверсионс», которая обязалась безвозмездно прислать некоторые недостающие элементы и запчасти для самолета из США. Сам Тимати в восторге от того, как этот борт сохранился. Я сам называю этот самолет двухзвездным, потому что изначально при производстве на него была нанесена белая звезда, а когда он приехал в Советский Союз, то советская армия нанесла на него красную звезду. И да, этот самолет в воздух сам больше не поднимется. Такое решение было принято в Красноярске по экономической мотивации. Здесь все зависит от того, надо ли на нем летать. Если на нем не надо летать, то можно просто поставить соответствующие детали, косметически его отреставрировать и выставить его в качестве музейного экспоната. Если мы говорим о том, чтобы он летал, то, конечно, во время войны подобные самолеты восстанавливались для дальнейших полетов. Но это занимало от двух с половиной лет и стоило просто космических денег. Понятно, что космических денег в региональном бюджете не нашлось. Поэтому специалисты геликоптера сделают самолет как новый и как будто бы полностью исправный. Но это будет только музейный экспонат. Новогоднее поздравление в виде художественного изображения по мотивам открыток, созданных художником Валерием Мельниковым, пожарные, спасатели, волонтеры и представители регионального Минприроды выполнили на льду горского котлована в Новосибирске. Таким образом у нас визуально отобразилась всероссийская экологическая акция «Добрая открытка. Чудеса на льду». Смотрим. Так как акция всероссийская, то участие в ней приняли многие организации и ведомства нашего региона. Аварийно-спасательные службы, пожарные, волонтеры, жители Новосибирска, представители Минприроды, сотрудники ГИМС и МЧС. Как говорится, труд обограживает человека. И когда этот труд переносит пользу, то это вообще потрясающе. Мы со стороны МЧС России с удовольствием приняли участие в акции «Открытка добра», которое инициировано Минприродой. Цель этой акции со стороны МЧС – это привлечь особое внимание новосибирцев, гостей нашего города к безопасности в преддвериях новогодних праздников, затяжных выходных дней. Памятая истину, что и лопатой можно сотворить что-то красивое и художественное, участники акции «Добрая открытка. Чудеса на льду», несмотря на усилившийся снегопад, все-таки закончили свою работу. На льду горского котлована появилось новогоднее поздравление. На самой открытке изображено поздравление с Новым годом 2022. Также изображена елочка, украшенная гирляндами, поэтому тоже при помощи подручных средств лопат мы формировали все вместе, всей нашей группировкой елочные украшения. Некоторые звездочки также будут изображены на льду. И соболь – наш символ. Впрочем, цель этой акции не только порадовать сибиряков необычной открыткой, а обратить внимание населения на важность сохранения водных ресурсов и охраны окружающей среды. Одна только загвоздка в этом деле – увидеть открытку на льду можно исключительно с высоты птичьего полета. Да и то непродолжительное время, ведь сибирская погода вряд ли надолго сохранит эти труды. Впрочем, это и не важно, ведь проблему безопасности в новогодние праздники, а также вопросы экологии водных ресурсов региона обозначены уже самим действием. Один мудрый человек заметил – праздник – это попытка внешней радости проникнуть внутрь, а внутренне выплеснуться наружу. Смотрите программу безопасности на канале ЭНСК-49. И не забывайте, что с возрастом праздников становится все меньше. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!